Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Мы продолжаем разговор о Нагорной проповеди Христа. И сегодня поговорим о той единственной молитве, которую нам даровал сам Господь. Отче наш, наш гость, протеерей Фёдор Бородин. Здравствуйте, истец Фёдор. Добрый день, здравствуйте. Как интересно, апостолы подходят к Христу и просят его, научи нас молиться так, как Иоанн научил молиться своих учеников. Ищут какого-то молитвенного правила, ищут какого-то такого вот содержания, такого определенного и понятного, как это делать правильно. На самом деле вопрос, как правильно молиться, он очень часто звучит от наших прихожан. Что надо читать, что надо прочесть, какой акафис, в каком случае, какую молитву, какому святому при каких-то обстоятельствах. И вместо того, чтобы научить молиться, Господь дает им маленькую-маленькую молитву. Больше ничего. Самую маленькую молитву, которую мы стали называть молитвой Господней. Мне кажется, что вопрос наших прихожан и апостолов понятен. Действительно, человеку, который обучается, который недавно пришел в храм, например, ничего плохого в этом нету, что он подходит и спрашивает, как молиться. Это же искусство из искусств, наука из наук, духовная жизнь, которую венчают молитву. Поэтому это нормально. Иисус Христос никогда не молился вместе с своими учениками. То есть он произносил какие-то молитвы, наверное, это были благословения перед едой, еще что-то. Но в Евангелии мы встречаем неоднократное указание, что он уходил вдаль от учеников, скрывался от них и на протяжении долгого времени молился. Притом никто не мог ему в это время помешать. С этого начинается служение Христа. После первых чудес, совершенных в Капернауме, он покидает дом Петра и молится в единении. Я вспомню хотя бы хождение по водам, когда Господь тоже в течение ночи молился и потом уже догоняет учеников на лодке по озеру, по бушующей стихии. Понятно, что только он мог обращаться к отцу так, как он обращался. И в этот момент никто не мог быть с ним рядом. Он общался с Богом один на один, лично. И вот после одного из таких продолжительных молений ученики просят его для того, чтобы и он научил их молиться. Но все-таки в вопросе апостолов для меня всегда через ответ Христа звучит другая, большая глубина, скажем так. Мне кажется, что в этом вопросе, Господи, как нам молиться, да, есть вопрос, кто ты нам? Почему и дается молиться Отче наш в ответ. Кто я тебе и кто ты мне? Я тебе подсудный, я твое творение, да, ты судья, ты раздаятель наград, так сказать, и наказаний, ты держатель кнута и пряника, или кто ты мне, да, как к тебе обращаться? Потому что в разных религиозных системах Господь предстает по-разному. Мы знаем, например, представление о Боге, там, некоторых французских просветителей 18 века, да. Великий часовщик завел, создал, завел, отошел и смотрит. И там записывает этому столько, этому столько, этому столько, да. Вот оно, воздаяние. Человек называл Бога абсолютом, первопричиной, творцом, великим часовщиком, в зависимости от глубины созерцания и собственного опыта богопознания. Вселенной я смущен, и, видя мощь часов, в них мощь часовщика, и я прозревать готов. Так писал в XVIII веке Вольтер. Античность знала водяные, песочные и солнечные часы. Но уже в Средневековье механические часы на башнях соборов отбивали время, а иногда и отсчитывали праздники церковного календаря. Время было сакральным, о его ходе сообщала церковь. Как писал Освальд Шпенглер, С бесчисленных башен Европы, звучащий бой, этот жуткий символ уходящего времени есть, пожалуй, самое мощное выражение того, на что вообще способна историческое мироощущение. В XVI-XVII веках закрепилась метафора часов как мирообразующая, а Бога – как великого часовщика, холодного и справедливого вершителя судеб мира. Господь все это опровергает ответ. И мне поэтому кажется, что то, что Христос дал эту молитву, а потом разъяснил ее нам в притче о блудном сыне, о том, что отношение у Бога и у человека ближе всего к тому, как относится Отец к Сыну на земле. Нет ничего более близкого. Это очень важно. И прекрасно, что это не мы придумали. Нам могут сказать, вы дерзко слишком о Боге говорите. Мы много чего придумали из молитв. Но это не придумали. Да, мы многие молитвы придумали. То, о чем потом Христос тоже предупредил нас в Евангелии, о том, чтобы мы не уподоблялись язычникам, которые в многословии своем хотят быть услышанными. Надеются, да? Да, надеются быть услышанными. Мы все равно это сделали, несмотря на предупреждение самого Спасителя. Но, тем не менее, вот эта молитва «Отче наш», она все равно является центральной нашей молитвой. И первые ее слова ставят, конечно, нас в очень странное положение. Странное в том смысле, потому что назвать Бога Отцом, вообще-то на это надо иметь какие-то основания. Потому что можно, конечно, легко говорить «Отче наш», «Отче наш», и читать эту молитву, как мы привыкли читать ее перед обедом. Такая предобеденная молитва «Отче наш». Но она ведь не про обед. Мы утратили радикальное понимание того обращения к Богу, с которого оно начинается. Отче. Казалось бы, здесь все просто. Но оказывается, что и в Ветхом Завете, и во времена Христа к Богу так никто не обращался. Потому что Иисус Христос говорил не просто «Отче», Он назвал Бога Авва, Отец. А это даже не Отец, это «Папочка мой, Папуля». То есть то, как обращается ребенок к родителю в кругу семьи. И самое поразительное, что Евангелие приводит это обращение, оно сохраняет именно арамейский текст, в Гефсиманском саду. И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей и говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Вот в эту самую драматическую часть евангельской истории сохранено это обращение, тем самым мы видим предельное доверие к Богу, даже перед лицом смерти, даже когда произносится молитва «Доминует меня чаши сия». Итак, давая ученикам обращение к Богу «Отче», «Ава», Господь сообщает им то наименование, то обращение, которое было доступно, которое было возможно только для Него одного, потому что кроме Него одного никто не мог так назвать Бога. И вот это свое интимное обращение Он сообщает ученикам. И это не просто возможность именовать Бога так, как нельзя было раньше, потому что на эту близость никто из людей не мог претендовать. Она была невозможна для человека. А это и указание на то, что и ученики приобщаются к сыновству Иисуса Христа. Они тоже становятся Деми Божьими. Вы знаете, я хочу поделиться своим таким опытом удивительным. Больше десяти лет назад у меня было три выходных в Санкт-Петербурге. И один из этих дней я провел в Эрмитаже. Там, вы знаете, есть две картины Леонардо, никого почти напротив. Больше всего народу у Павлина. У Рафаэля там есть. Но в зал Рембрандта, во-первых, надо усилив предпринимать, чтобы зайти, а чтобы подойти к картине «Возвращение блудного сына», надо отстоять очередь за спинами. Пока три-четыре ряда насмотрятся и отойдут. Мне кажется, это… Я просто могу этому свидетельствовать, что в прошлом году я был в Эрмитаже. То же самое, да. Но мне кажется, это потому, что Рембрандт так проиллюстрил эту притчу, как никто никогда. Блудный сын возвращается из странствий в отчий дом. У него натруженные ступни ног. У него бритая голова каторжанина. Страшный финал сыновнего бунта. Многого хотел, ничего не обрел. Состояние промотал. Обессиленный, разочарованный, раскаившийся, приходит он к отцовскому порогу. Но отец выходит к нему навстречу, и сын молча припадает к отцу. Склоненная бритая голова лежит на отцовском лоне. И отец свои руки кладет ему на плечи. «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И тихий свет отделяет от окружающей тьмы и алые одежды отца, и золотистую голову сына, и сосредоточенные лица стоящих рядом людей, свидетелей этой встречи. В евангельской притче любящий и прощающий отец сам Господь, который не требует сыновней любви, не настаивает на послушании, не упрекает за уход из дома, ни о чем не спрашивает. И прощает заблудшего сына в первый же момент его возвращения, на пороге своего дома. Тема сама настолько будоражит людей, настолько их не покидают, эти слова о том, что Бог нам отец, настолько для нас это важно, что люди хотят подойти и посмотреть. Они в общем-то ищут ответы на этот вопрос, который вы задаете, что такое Бог для нас отец. И действительно, это призыв к совершенно другим отношениям с Богом. К совершенно другим. Наиболее глубоким, какие возможно. И не просто глубоким, но каким-то совершенно таким бесстрашным, я бы сказал. Потому что человеческое сердце, оно ведь всегда нуждается в таком отцовстве, которое было больше всего. Мы любим наших земных родителей и очень в них нуждаемся. Мы понимаем, что есть наши духовные отцы, которые для нас открыли путь ко Христу, наставили нас в этом пути, и мы их безмерно любим и уважаем. Но Христос далее же говорит, что никого не называете себе на земле отцами, либо один у вас отец, который на небесах. Никого не называйте наставниками, никого не зовите учителями, потому что самое главное, вот это вот открытие для человека, на самом деле ведь это же открытие, открытие, ведь это же узнать о том, что Бог твой отец, это же надо действительно, это как открытие для тебя, потому что это, мне слов не хватает для этого, потому что в какой-то момент вдруг это словами и не выразишь, но вдруг понимаешь, что тебе другого Бога не надо. Происходит нечто совершенно необычное. Отношения сыновства, о которых впоследствии много пишут апостолы Павел, другие апостолы предполагают то, что мы присоединяемся ко Христу, мы становимся с Его соучастниками, мы члены Его тела, и все то, что имеет Христос, переходит и к нам тоже. Вы во мне, и я в вас, говорит Господь ученикам, прощаясь с ними на тайные вечери. И вот этот таинственный переход, он и обозначает себя после воскресения, когда Мария Магдалина пытается схватить Христа за ноги, а он говорит, не прикасайся ко мне, иди к братьям моим, и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. И тем самым происходит это уравнение между апостолами и Иисусом Христом. Вот это та тайна, которая себя уже в окончательной степени являет после воскресения и, конечно, после Пятьдесятницы, когда Святой Дух сходит на апостолов, не случайно апостол Павел называет его Духом усыновления. Он говорит о том, что Дух вызывает нас «Авва Отче». Дважды апостол Павел в греческом тексте сохраняет это обращение в послании Галатом, а тем самым он хочет подчеркнуть необычность этого обращения, его радикальность, которая не перестает его ошеломлять иудеей по происхождению и по сей день, когда он пишет свои послания далекой еврейской традиции римской аудитории. Получается, что слова апостола Павла о том, что мы призваны не к работе в боязнь и в страх, а мы напаяны Духом сыновства. Вот он об этом говорит. Вот этот Дух сыновства неизбежно тот вопрос, который во мне вырастает в ответ на то, что Бог говорит, что он мне Отец, я должен посмотреть на себя и спросить, а живу ли я Духом сыновства? Я как сын живу или, помните, как у святых отцов, как раб или как наемник? Вот эти две стадии. Я с ним договариваюсь, я тебе это, ты мне это. Или я выполняю, и ты меня не наказываешь, как раб. Кормишь меня, даешь мне здесь. Или это сыновство. Вот вы очень замечательно сказали о том, что пропадает страх, потому что сын любящего отца не боится. Он знает, что даже если будет наказание, оно будет по делу и в пользу. Потому что наказание – это научение. Наказание – это некая наука, которая ведет тебя вперед. Результат любви. Отеческой любви. И поэтому совершенно других вещей требует от человека Дух сыновства. Отношение между сыном и отцом – это, прежде всего, отношение доверия. Ребенок, он не может существовать без взрослых. Он не может пока еще сам себя прокормить, одеть. Он не может существовать без того, что о нем кто-то позаботится, кто-то окажет ему поддержку. И вот, по сути, на самом-то деле, когда мы говорим «Отче наш», мы протягиваем Богу свою руку. Вот так, как протянул ее Петр, когда Христос вытягивает его из бушующей бури. У меня все дети взрослые, и старший сын уже выше меня. А младший сын еще дает мне руку. Вот еще у меня есть такая возможность. Это особое отношение, когда ребенок дает тебе руку. Когда ты чувствуешь, да, что ты можешь его вести. Он тебе доверяет, и ты его ведешь. Бога, как представим, вот как в притче господина, у него в доме могут быть слуги, а могут быть дети. От слуг можно требовать просто одного – делать, что я вам сказал. А детей ждут большего. Самое главное – любви. Чтобы дети любили тебя не только, когда ты им там мороженое подаешь. Человек, опять-таки, чего от Бога ждет? Тоже любви. То есть, собственно говоря, взаимности, такой гармонии. Как вот, ну, в идеальной семье есть такая гармония. Любовь всегда предполагает обоюдность. Интересная все-таки эта молитва парадоксальная очень наша, в которой мы почти ничего не просим. Вот обычно, когда мы приступаем к молитве, мы, ну, либо просим, либо каемся, либо особенным образом как-то вот говорим, ну, слава тебе, Боже, наш, ты мне вот то-то, то-то сделал, теперь я как бы воздаю тебе за это хвалу. Но эта молитва, мне всегда казалось, что это некое свидетельство. Вот досветится имя Твое – это что? О чем я прошу? Что я делаю? Да я ничего не делаю. Я в этот момент провозглашаю. А как оно может светиться, это имя Божие? Каким образом оно может просветиться? А нет никакого другого способа, как только мне самому об этом имени как-то свидетельствовать. А что я могу сделать? А как я могу свидетельствовать? Да светится имя Твое. Что это такое – светится имя Твое? Вы знаете, вера Христова, наша вера, о том, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, да, как говорят святые отцы. И самое главное проповедь об этом – это свидетельство, которое должно быть, но которого, к сожалению, бесконечно мало. Лично мое о том, что да, я тоже стал другим, я преобразился. Поэтому лучшие миссионеры – это святые. Человек должен прийти и своей жизнью засвидетельствовать о том, что Бог может изменить, преобразить и спасти человека. В Страстную Пятницу, когда Христос был распят на Голгофе, вместе с Ним распяли и двух разбойников. Одного по правую сторону от Христа, другого по левую. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот это и называется «Досветиться имя ты». Фактически это просьба, Господи, помоги мне, мне грешному, немощному, помоги мне, чтобы во мне светилось Твое имя. И вот очень интересно, вы сказали, что это за молитва. Как святые отцы говорят, самая распространенная молитва – молитва просьба. Чуть повзрослее христианин – молитва благодарения. А молитва хвалы – это вершина молитвы, это та молитва, в которой пребывают ангелы. Они ничего не просят, они все приняли, им даже не надо благодарить, они хвалят. И вот это «досветиться имя Твое» – это в каком-то смысле уже даже не молитва, а предстояние в хвале. Вот мне кажется, вот так вот. Вот Христос в своей последней молитве своему Отцу, потому что для Него такой же Отец, как и для нас, это же удивительно, что вот эта молитва, собственно говоря, это сказал Владык Антоний Сурышский, что эта молитва «Очина» ставит нас на одну ступеньку вместе со Христом. То есть потому что назвать Бога Отцом может только Его Сын Единородный по-настоящему. И вот Христос дает нам возможность также обращаться к Его Отцу, с которым Он единосущен. И Он также говорит своему Отцу, «Я имя Твое людям открыл, я им открыл Твое имя». Чтобы светилось. Чтобы оно светилось. То есть имя, а мы носим Христовое имя. А мы носим Христовое имя. Он тоже нам отдал свое имя. Мы христиане, мы христовы. То есть можно сказать, что вот я иду по улице, а у меня на лбу должно быть написано «Я христианин». И каждый человек, который меня встречает, должен видеть, а вот идет христианин. А вот этот человек Христов. Вот когда в жизнеописаниях святых мучеников есть такие эпизоды, когда христиане принимали мучения за Христа, смерть за Христа, некоторые из язычников выбегали на арену и кричали, «Я тоже христианин». Святая Татьяна Римская была схвачена язычниками, как христианка. Ее начали пытать, заставляя поклониться изваянию одного из языческих богов. Били по лицу и терзали железными крючьями. Но Татьяна только молилась за своих мучителей. И тогда их озарил божественный свет, и восемь палачей прозрели истину. Они приняли христианство и были казнены. Святая мученица Наталья была тайной христианкой, а ее муж Адриан – язычником. Однажды, по доносу, христиане были схвачены в пещере, где молились, жестоко избиты, но не отреклись от Христа. Адриану, как начальнику судебной палаты, император поручил записать протоколы допросов. Но Адриан захотел узнать, ради чего христиане так страдают. И они рассказали ему о Христе и своей вере в жизнь вечную. Эта вера вошла в его сердце. Он принял христианство и вписал себя в список арестованных. Я тоже христианин. Вот это вот, в моем представлении, это когда человек идет по улице, а люди оборачиваются и говорят, наверное, это вот христианин сейчас идет. Вот это вот, для меня это даже страшновато, потому что я понимаю, что я иду по улице, если я не в подрязнике, одет в светское платье, и никто не обращает на меня внимания. Больше сразу видно, что вы священник. Простите, не соглашусь с вами. Да нет, вот не уверен. Это видно, да, что и в рогушке, да, видать. Но вы правы, причем в тех же житиях мучеников древних, в них очень часто встречается такой сюжет. Судья должен задать несколько стандартных вопросов по процедуре римского права. Кто ты, откуда? И вот человек спрашивает, как твое имя? Он говорит, я христианин. И это не какая-то игра, и это не дерзость, глупое какое-то, ребячество. Для него это самое главное имя. Говорит, нет, как тебя здесь зовут? А на земле меня зовут так-то. А имя мое Христово, да, мы на себе выносим. Откуда ты родом? Из Иерусалима. Подожди, ты там ни разу не был. Моя родина небесная Иерусалим. Вот, и это для них тоже не позерство. Действительно, люди вот это свое родство и вот это свое имя осознавали как самое главное. И действительно, и их личное бытие свидетельствовало, и их взаимоотношения. Язычники говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Мы тоже так хотим, потому что душа любого человека жаждет любви как самого главного. И представляете себе, вот этот воин, который отказывался отрубать голову мученику, это же сотни таких воинов в житиях святых, в безымянах чаще всего. И который тут же вставал на колени и наклонял свою, потому что ему точно так же отрубали голову. Он был готов прожить на три минуты дольше вот эту жизнь, но с этими людьми остаться в вечности. То есть, вот какая вера постигала этих людей, и как этот пример действовал, что он совершенно... и эти люди умирали святыми. Мы почитаем их как крещенными своей кровью, и они там... и столько-то воинов, такой-то мученик, и столько-то воинов. Как, допустим, при расстреле новомучеников. Вот в Богородске священномучеников. Константин. Константин, да. По-моему, там один молодой красноармейец отказался. Да, да, отказался стрелять. И мы сказали, вставай рядом. Он встал рядом. Мы имя его не знаем, но он тоже во святых. Но он-то был крещен уже. А языческие войны, для которых исполнять обязанности палача было работой между войнами, и гарнизоны исполняли эту обязанность. Вот для этих страшных душ, для которых это была привычка, там, и пытать, и убивать, работа. Вот вдруг как надо гореть, да, чтобы зажащить людей. Как светиться. Как светиться. Спасибо вам большое, отец Федор, за этот очень важный для всех для нас разговор. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Мы увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok